Доброе утро, друзья! Значит, символ именно вот этой серии фото сорта образцов и клонов семьи Железова в других садах. Сорта образцов и клонов, значит, семечек, косточек, черенков привитых уже у вас и саженцев Железова Сергея. Я в последнее время начал напоминать следующее. Вот это вот мой канал. Он тихий, спокойный, здесь никак не наберется 10 тысяч подписчиков. У тех, кто уничтожает сады, учат уничтожать сады, причем со злобой, звериной злобой. Люди-то не понимают, не замечают этого, что количество деревьев, они обрекают их на мунистическую. Они думают, что они их улучшают. Дерево так надо. Дерево нуждается в ежегодной обрезке. Ну ладно, меня опять понесло. Смотрите, видите мой канал. Так. Вот здесь можно подписаться. Вот. А здесь вот эти самые фильмы. Вот смотрите, последние были фильмы. Это кусочки вебинара. Сегодня у нас воскресенье. Завтра понедельник. Завтра пусть вы не успеваете до понедельника увидеть этот фильм. Наверное, не успеваете. Но если зайти в мою гостевую книгу, книгу сайта, помните, как я учил, как зайти на сайт? На сайт можно зайти, набрав в Яндексе, вот, в Гугле, вот, допустим, САДСИП. А, нет, это уже сайт. Это уже гостевая. Нет, не так. Это, я уж подробно, очень много новичков. Очень много. Так. Значит. Набираю три слова по-русски. Сайт садовода Железова. По-русски в Яндексе или в Гугле. Вот. Вы оказываетесь вот на таком сайте. На этом сайте фотогалерея. В ледов под язык. И вы окажетесь в удивительном краю. Единственное в мире саде. Самые морозостойки с сортами мировых стандартов. Посмотрели. Так. Возбудились. И давайте искать контакты со мной. Вот здесь вот так. Контакты. Посмотрели контакты. За зиму многому научились. Здесь огромный материал. Единственное в своем роде. Это государственное премие. Хоть мне и говорят. То, что Железова так обнаглел. Вы поверите, что все это я создал? Нет? Правильно не верьте. Я сам не верю. Вот. Все время. А вдруг ущипну себя. У меня ранетки растут. И так посмотрели мы с вами контакты. И, наконец, гостевая книга. Вот она в самом правом углу. И что вы видите? Вы видите вебинар Железова еженедельный. 22 ноября, допустим. Не успели. Сегодня 21 ноября. Вот пока фильм будет монтироваться. Ничего. Потом прибавим все дни. Будет 29 ноября. И так уже 4 года. 157 вебинаров позади. Вот они, видите? 157 вебинаров. Вот. Ну, а возвращаемся в наш, на мой канал. Скромный. 10 тысяч. Так и не собрали. Вот. Посмотрите темы. Вот это тот же вебинар, расселенный на конкретные вопросы. Так очень удобно. Вот. Садовые чудеса. Именно вот это и есть. Вот это первая серия. Вот. Заметили, как мало просмотров? А это не просто. Там же адреса, явки, пароли. Вот так, образно говоря. Это все по всей стране. Вот вторая серия. И сейчас мы с вами будем делать третью серию. Как ее делать? Прежде всего, просто. Вот. Попадаем в удивительный мир. Удивительный мир. Вот. Я специально каждый раз начинаю вот с этой картинки. Ослябин, национальный герой России и, наверное, наш небесный покровитель Садоводов. Вот. Я всегда удивился. Почему у меня такие результаты? Невиданные, невероятные. Даже не фантастические. Потому что никакая фантастика не смогла бы это. В нашем районе нет ни одного абрикоса. В нашем это. А у нас Нижний Новгород. Мы обращались к ученым сделать, по-моему, сделать выставку. Обратились за саженцами. Они сказали, ну что, у нас саженцы надо всю жизнь укрывать. Это наука. И вот у нас Сибирь. Но расползлись. Смотрите. Так, как каждый раз показывать вот это чудеса. Это еще в моем саду. А потом раз и пошли в чужие сады. И пошли, и пошли. Мошеннические сайты. Вот они. Их сотня. Это первая сотня. Есть еще и вторая. Вот. Присвоили мои фотографии. И, наконец, я сейчас все вот это вот вам пролистываю. Чтобы вы поняли, что это не шутки. Мы это проходили с вами, так. Вот. Суперурожай уже в чужих садах. Мы с вами проходили. Я просто пролистываю. Так, не означай. Вот. Дожили до того, что уже абрикосы в виде плодов на рынке попадают. Это как понимать. Совсем наглость потеряли, мои друзья. Так. Посмотрели. Все это из косточек, из косточек, из косточек. Есть что-то из черенков привитых вами, друзья. Вот. Это я называю золотой запас России. Не нужны науки. Вот. Все это мы проходили. Сейчас мы остановимся и начнется третья серия. Извините за такую долгую преамбу. Лишний раз похвастаться. Мне сам Бог велел. Мне сам Бог велел. Это уже садовая Россия. Альтернативное научно. Потому что наука требует искалечить дерево. И только потом с него чего-то ждать. Она искалечена деревом. Набрасывается. Так. Не видят. Не видят. Не видят. Не видят. Не видят. Мы вот здесь остановились, друзья. Здесь будет долгий разговор. Почему? Первая серия была персикам посвящена. Вторая уже не выдержала. Показывал все подряд. И обрековался. Яблонь и груши. Третья серия. Долгий будет разговор. Почему? Однажды в вебинарах присутствует и участвует Ребрик Александр Алексеевич. Это уникальный человек. Журналист. Редактор журнала «Вестник садовода». Единственный, кто, когда мне было объявлено фактически, как это называется, московские эти, прекратили меня печатать, видимо, какой-то окрик был. Железов сильно наглый. И является, ну, как бы укором официальной науки. А Ребрик продолжал меня печатать. И вот однажды я утверждал, вот сейчас, вы видите, последний гвоздь. Я это называю последний гвоздь в гроб традиционным утверждением. Это важнейший разговор, поэтому я не могу без комментариев. Значит, там, в этом журнале я написал, что культурные растения появились раньше людей. Ну, также две версии. Птицы, животные отбирали все самое вкусное, выплевывали и так далее. Вот, и селекция произошла до людей. А люди потом были жесточайшие, как их называем, жесточайшие климатические изменения, ледниковые периоды. Все это привело к одичанию, это слово не мое научное, а приспособление, это мое слово. Все самое роскошное умерло, все, что поскромнее, затаилось. Вот, и в генной памяти теперь, то есть, получаем не очень роскошные плоды, а в генной памяти осталась роскошность, ее надо оттуда извлечь. Вот о чем речь. Ученая дама доктора наук в ответ на это, там же в журнале написала, железо внесет дичь. Вот, сейчас мы будем нести дичь вместе с Виталием Шаломаевым. Почему? Я тут не при чем, сейчас сами убедитесь. Вот, я не добавил в себя ни одного слова, полслова, все это слово. Вот, запятую не менял, так, ошибки не исправлял грамматические, их тут, по-моему, и нет. Внимание! Персики, вегетативные клоны железа на соколине. Это один из вариантов, который доказывает, что первый вариант – селекция людей, а второй вариант – божественное происхождение. То есть, все, что мы имеем, было в райском саду. Вот, сейчас вы сравните мои скромные персики и потомки его в виде косточек и черенков, которые попали в другие сады, безмерно увеличились, укрупнились, ароматизировались и так далее. Окультурились. Итак, персики, вегетативные клоны железа на соколине. Вот эту фотографию присылает мне Соломай. Вот эту фотографию начинаем читать. Это важно, каждую строчку. Каждую строчку. Персик Хасанский. Черенки клонов персиков Хасанский получены среди других культур, от сибирского садовода Железова. Привиты на вишневой лочной. И степное, внимание! Не как я на абрикос сливу, у меня получились плоды 30-40, повезло в 50 грамм. Растут поликарбонатные теплицы. То есть для меня поликарбонатная теплица, это уже возвращение в Эдем, в райский сад. Понятно? Возвращение, образно говоря, возвращение в райский сад. На второй год дали урожай. На одном дереве был один плод крупный, 120-140 грамм, на другом три плода с куриного яйца. Фотографии. Да, теплица. Межвидовые прививки, внимание, именно они иногда дают чудеса. Наука меня припечатала у Железова. Химеры. А слово химера означает короткоживущая особь. Короткоживущая. А у меня 30 лет уже химером. На третий год привиты на степную вишню. Внимание! Дает 5 плодов крупных, в среднем 200 граммов. На фото, где моя рука, это было 220 граммов. Представляете, четверо крупнее моих. Укрывая на зиму, а дальше технология, это бы не мешало. Укрывая на зиму опилками в мешках, принцип описан на сайте Абрикосу Песканова. Только я укрывал более тщательно. Открываю в первой декаде апреля. И по температуре также бывают еще и морозы до минус 20. Затветает в конце апреля, начале мая. Единственный недостаток, нет опыления. Насекомые еще не проснулись. А то, что я сам обрабатывал ватной палочкой, видимо, было недостаточно. Поэтому завязалось 7 плодов. На одном 5, на другом 2. Вот. Отсвели персики обильно. Веточки были облеплены розовыми цветками. Самое главное, поймите, что мало плодов. Это не означает, что они за 200 и более грамм. Именно поэтому. Нет. У меня близко такого не было. Хотя бывали и урожаи. И 5 штук, и 3 штук, и 1000 штук. Все равно мелкие. В одной теплице растут и персики, и виноград, и помидоры. Единственная проблема у меня с персиками – это паутинный клещ. Приходится на сезон делать 2 или 3 опрыскивания. Откуда взялся, не пойму. Но жрет только персик. Вот. Я потом... Это... Как бы не хочется за рамки выходить. Я показывал современные поликарбонатные теплицы. Они... Они без форточек вообще. Это страшная ошибка. Конструктивная. Страшнейшая. Вот. У меня теплица, которая дала первый урожай. Тех же персиков. Это я после шаломая вдохновился. Тоже хочу такие. Вот. Да, и для страховки не мешает в теплице иметь несколько деревьев. Но. У меня там 16 открытых форточек. И еще и 2. Вот. Это одна крайность. Вторая крайность, когда форточек вообще нет. Вот. И создаются условия для болезней, для... Слабее деревья, если мало проточного воздуха свежего. Ну и так далее, и так далее. Снова шаломая. Сам по себе не скажу, что персик приходил к культуре. Довольно просто ухаживает. Удобрения не использую. О, железная схема. Ни минералку, ни перегдой. Довольно быстрый, мощный рост. Полив чистой водой, вот весь уход. Да, в теплице поливать надо. Тогда уже дождевая вода не попадает. Прививка в... Самая серьезная теплица, конечно, имеет фрамуги. И, может быть, даже есть, это... Потолок съемный, не знаю, или там открывающийся. Прививка вырастает больше двух метров и дает ветке не только второго, но и третьего порядка. И это только за одно наше короткое холодное лето. А на следующий год уже дает первые плоды. Очень скороспелая культура. Вот так. Кус персика, видимо... А, там еще будет про косточки. Кус персика, видимо, от недостатка солнца кисло-сладкий, но очень сочный. И косточка от мякоти отходит практически на сухую, как у абрикоса. Самое главное, вкус лучший магазинных, и это в условиях сахалина. Созревает в середине августа. В 17 августа начали плоды опадать, и через неделю все отпали. Еще особенность выращивания персика теплицы. Его надо сдерживать в росте обрезка, иначе нужна очень высокая и большая теплица роджерея. Видите, как обрезка. А персик подносит на побегах прошлого года, поэтому очень скороплодный. Вот. Это еще не все. Дальше пошел сувенир Востока, персик и абрикоса. Тема следующего письма. А здесь слева направо. Ваша слива сувенир Востока. Из семян. Персик из семян, и край абрикоса тоже из семян. То есть здесь, вот персик вижу, видимо, тут край абрикоса. Вот я вижу сувенир Востока, вот он. Вот. Заметьте, персик на улице. Да, не вызревает древесина. Да, обмерзает ветки сантиметров на сорок. Но остальное остается. И причем, скажем, годом сила роста увеличится. Вот вам неукроной персик. Скажете, густо посадил? Да, посадил густо. Но еще гуще, чем на фото, каждый год слабые деревья сами освобождают место для более семян. Естественный отбор. А в итоге, что останется, то и будет расти. Вот такой опыт центральной части Сахалина. С уважением, Виталий Шаломай, Сахалин. Виталий, я ниже кое-что скажу уже от нас двоих. Так, ниже абрикосы. А, это пошла следующая тема, да? А здесь, сейчас я нажму вот сюда. Это очень важно. Мы сейчас, смотрите, история эта не осталась незамеченной и попала вот сюда. Попала вот на это, как это называется, социальные сети, что ли. И вот она теперь в виде публикации. Внимание, персики, вегетативные клоны. Вы видите те же фотографии, даже более ярко получилась публикация, да, согласитесь? Вот это вот уже мы читали. Вот так, видите, как здорово получилось, когда специалист берет и из этого материала делает конфетку. Вот, смотрите. Ё-моё, я сам не верю. Ну, не мог же он это придумать и сказать, что где-то в другом месте доставал черенки. Так, вот это мы читали. Вот еще фотографии, вот это мы не видели, вот это мы не видели, вот это мы не видели. Виноград выписывал у Сергея из Южноуральска. Название сорта потерял. Вот. После посадки у коридорного... Так, мне говорили, что пустая трата времени, сил, ничего не получится. А понятно? Вот виноград от Сергеева, а Сергея Николая Георгиевича, это гигант, я его называю мамонтом. Один из последних, вымирающее племя гигантов. Вот. Дальше пойдем. Значит, виноград от Сергеева. Так, дальше. А это ваша Вишня Жуковская, уважаемые веки. Все здесь привито на наши дички. Правда, прививка двухлетняя. Не смотрите, какая разница в размерах листа. Но смотрите, какая разница в размерах листа. Урожая пока не было, но и не замерзло. А морозы были за 35, и неукрытая была. То есть, он подчеркивает, что вот это вот мелкий-мелкий лист, видите? Вот, ну-ка, крупнее получится, а нет? Ага, получилось. Смотрите, мелкий-мелкий лист. А вот это вот прививка, вот она, Жуковская. Видели, какая? Вот, это вам не хухры-мухры. Возвращаемся обратно. Итак, он обратил внимание на наши, какая разница в размерах листа. Здорово. Что-то еще тут есть. Вот. То есть, вот эта публикация более подробная, чем мы с вами. Абрикосы просто ратифицированы в холодильнике и высажены 16 апреля под пленку в 15-м году. Ну, какая особенность этого дерева? Когда взошли саженцы, лист у них был длинноватый, резной. И шишавый на острове на второй год тоже. А на третий год лист крупный, а крупный на общий глаз. То есть, видите как, там дело о чем. Это абрикос из косточки получился. Так и делали. Вот это, да? Вот. У него каждый год менялись листы. Там идет, это гибридный уже абрикос. Несмотря на то, что... Короче, у него и вик, он и викнативный гибрид в прошлом. И имеет и папу, и маму наверняка. И у него идет такая внутри борьба, в кого пойти. То на папу похож, то на маму, а то на соседа. Ну, вы поняли бы его. Идем дальше. А здесь слева направо, ваша вишня сувенера Востока, из семян. Персик из семян. Икра абрикоса тоже из семян. Заметьте, персик на улице. А нет, простите. Это мы прочитали. Итак, заканчиваем. С уважением. Виталий Шаламай. Сахалин. Вот так, ребята. Комментарий железу еще не все. У меня еще есть 8 минут, пока отключится. Дорогой Виталий, вы сотворили чудо, о чем даже не догадываетесь. Я долго пытался, не ошибка ли это. Плоды до 220 грамм. Три раза больше мы, вообще-то в 4. Предыстория. Обнаружил поселок Сизая, Шушенский район. Практическое замерзшее дерево. Персик-Хасанский. Вот так она выглядела после прививки. Так. Это была... Как сказать? И пошла... Вот как вам это сейчас... Где тут у меня шарик и ручка? Ау! Вот нету. А ну я сейчас любой карандаш вызову. Я уже об этом говорил, даже как бы хвастался. Вот это вот. Вот это вот. Веточка такую я в СИЗОе устраствовал. Фактически замерзшего. И действительно, потом до конца погибшего персика. Взял такую веточку. После этой веточки персик пошел гулять по... Сколько я уже... Третий фильм, а я все про персики. Гуляет по просторам России. Увеличивается, укрупняется. Где только почувствует себя чуть комфортнее. Заметили? Плоды персика кислые не вызрели, весили не более 25 грамм. Это был 2001 год. Затем началось трамфальное шествие из одной почки. И чудо свершилось. Вначале у меня. Вот. Видите? На мажорском абрикосе. На китайской сливе. Вот. А? Вот. Как я подвергся... Есть такое слово. Обструкция. Как я подвергся этой самой... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Уже не знаю. Что это за персик? Какая мелочь. Ой, боже. Сколько я начитался комментарий про меня. Какая мелочь. Ха. Представляете, что от зависти, от злости можно это. Вот. Это... Чем же сравнить-то это самое? Что бисер мелкий. Как-то есть такая пословица там про... Или это... Или брянты мелкие сильно. Что-то такое. Выше второе поколение. Мелкие плоды из-за большого рожая. Наибольшая крупность на этом снимке. Так. И все же это лишь 60-70 грамм. Выше вычитали, что Виталий Соломаев вырастил. Это мой комментарий. Персики на 220. Ну, казалось бы, что особенного? Ведь мои персики зимуют на сибирском морозе. Без укрытия. А тут теплица. Но отправляя ко мне эти фото и рассказ, он даже не догадывался, что фактически стал соавтором мирового открытия. Положил в него, в это здание, последний кирпичик. А оно открытие. Звучит так. С помощью прививок по специальной методе. Железово мы получаем возможность вернуть плодам, одичавших в суровых условиях деревьев, чисто оранжеские качества, крупность и вкус. И у меня уже десятки таких примеров. Это примеры на моем сайте, в разделах фотогалерея, видеофильмы из Сибирского сада и публикации. Перевожу на нормальный язык. Сотни, а может быть тысячи поколений. Этот персик шел с Китая. Сотни. Ну, варианты Маньчжурия, Япония, может быть. Кто знает, как оно шло. Но оно шло, шло на север. Каким путем? Косточки, косточки. Никто тогда в 19-18... Две тысячи лет назад, тысячи лет назад, сто лет назад. Их никто не привел. Хоть и доходят до нас. А вот где-то в древнем, там, может быть, эти самые, уйгуры или там эти, джурджени. Может, и прививали. Может быть. Но об этом не доказательств нет, не опровержений нет. А то, что тысячи, тысячи поколений косточек приспосабливались, идя на север, давали все более мелкие плоды. Чем мельче плоды, тем и разностойче шло-то на север. И получилось, что когда пенсионерка из Краснодарского края, из Шушенского района, с поселка Сизой, получила с Дальнего Востока посылки персик непривитый. И там было написано, что? Там было написано персик хасанский. Сама это слово выдумать не могла. И к этому времени он уже был вот таким. И, наконец, Шалмаева видели. Так, вот, вершина успеха, вершина успеха, вот они, вот они, вот они. Поняли, да? Это судьба. Это с одной вот такой вот веточки. Пошло триумфальное путешествие. А мы сейчас с вами третий фильм сняли. А впереди сейчас столько абрикосов роскошных, персиков, слив. Вот, и вы увидите, что вся страна покрывается железовскими материалами. Вот, и теперь я должен сказать, ребята, подписывайтесь на мой канал. Все, эта серия закончена, третья, но будет и четвертая, и пятая. А меня ждут новые дела. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok